СКОМОРОШИНА ШОСТАЯ С нами разминку делать не хотишь? А ну давай, откидывай стеснение, делай с нами упражнения. Вот молодцы! Все сели дружно. Теперь снова в избушку банника попасть нам нужно. Ставят декорации избушки. Кто помнит, что это? С глиною бочка, то есть с обтыркой. А вот и царская дочка. Картина шестая. Изба банника. За окнами сполохи молний, раскаты грома, сквозь которые слышен треск троеколки. В избушку влетает Натальюшка, пытается забаррикадировать дверь. Треск троеколки совсем близко. Голос боярина «Я здесь, а Натальюшка!» Натальюшка мечется по избе в отчаянии, прячется под грудой тряпья и веток. Входная дверь трещит под напором боярина, слетает с петель. Боярин с воплем вваливается в избу. Боярин «Поберегись!» Встает, ходит по избе, ищет Натальюшку, брезгливо осматриваясь, опасливо прикасается к вещам. «Ну ладно, беглянка, хватит в игрушки детские играться. Я очень нахорошо углядел, как ты сюда заскакивала!» Тишина. Он нарочно громко топая направляется к двери. «Да, то есть нет ее тута. Видать, обознался я. Надо дальше по лесу искать. Уходит в дверь и затаивается, ждет. Никто в ней не выходит. Он снова возвращается в избу, еще какое-то время занимается поисками, наконец его осеняет. «Ууу, время-то к ужину подошло, а я из-за этой дурынды еще не завтракал. Ты, как я понимаю, духом свободы сыта, а у меня колики животные очень даже запросто могут начаться. Вот кушать надо». Выходит и мгновенно возвращается с корзиной припасов. «Тыкс, че нам сегодня господь по ужине послал? А, груши медовые, о, ситринка со слезой, квасок с душицей да патокой, винная ягода с рябиной толченая, требуха с черемшой да подливой манаездной, мед в сотах с пыльцою, студень с чесноком, ой, мурзамецкое неизвестное нам блюдо кельмени от китайского косого мандарина. Все напрасно, никто не выходит. Яблоки ранетные, наливные». Натальюшка молчит в укрытии. «Сахарные головы, политые ромом с ароматом персиянским, не выдержав, сам начинает поглощать кушанье, наконец отвалившись от трапезы смачно икает, вспомнив, что его слышит, царевна вскакивает тихо в сторону и шупертая вся в папашу. Я бы уж давно вылез. Ну ладно, попробуем другую приманку». «О, живоскоп-то где мой мелкозорный?» Уносит корзину из-под тряпья, выглядывает Натальюшка, смотрит, не осталось ли чего поесть. Возвращается боярин, Натальюшка быстро прячется, но боярин успевает услышать шум. Ха-ха-ха, клюет, кажись. «Сейчас, голуба, подсекать тебя будем». Ставит посреди избы вертеп, готовится смотреть. «О, глянь-ка, че деется? В датском королевстве живого омлета насмерть убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А у нас там че интересного? О, царевна Натальюшка из дворца исчезла. А папенька-то, папенька, глядит-ка. Папенька-то тоскует сердешной. Ой, смотри, на пол повалился. Худо и сделалось. А это че за дедок с ноготок на полянке лесной? Натальюшка тихонько выглядывает из-под тряпок, медленно начинает вылезать. А че это с ним, а? О, собаки дерут. Ну, дык, за дело видать. Натальюшка подглядывается поближе. Ай, платок наем царевны наши. Ай, кровопивца. Натальюшка из-за спины боярина смотрит в вертеп, а там нет ничего. Боярин, резко обернувшись, пытается ее схватить, но Натальюшка отскакивает в сторону. Ах, ты врун, обманщик, бессовестный. Боярин, на-на-на-на-на. Я тут из-за тебя, понимаешь, троеколку гроблю по пенькам да кочкам, а ты меня обманщиком крестишь. По-честному. Отыскал я тебя, дык, все. Собирайся домой. Немедля. Натальюшка, не пойду. Хватает здоровенный дрын и очень решительно готовится к обороне. Боярин вдруг становится ласковым. Эх, Тимофеевна, ты моя золотая. Ну, посмотри, разишь я супротивник тебе. Кто тебя удивлениями заморскими баловает? Кто о тебе вздыхает по ночам? Все я. Я. А знаешь что? Выходи за меня замуж. Прямо сейчас. У Натальюшки от изумления открывается рот. Она безвольно опускает свое оружие. Боярин приближается к ней. Она отступает, ища опору руками, нащупывает бочку. А что? Я, можно сказать, погибаю без тебя. Да почти что погиб. Натальюшка неожиданно начинает хохотать, аж слезы на глазах не может остановиться. Ой, перестал. Ой, уморил. Не могу больше. Боярин тянется к Натальюшке, так хватает из бочки глину. При этом кажется, что кто-то всхлипывает и швыряет ему в лицо. Швыряет. Боярин каменеет. Видеть тебя не могу. Уйди. Отвяжись, швыряет глину. И еще, еще. Боярин прячет лицо, пытается увернуться, закрывается руками, поворачивается вместо лица уморительная рожа. Натальюшка в восторге. Боярин. Ну все, ну хватит. Кончай дурить. Пойдем отседого. Хочет стереть глину с лица. Натальюшка. Руки прочь. От лица прочь. Замри. Боярин замер. Натальюшка рассматривает его рожу, пробует глину. Сейчас я к этой роже еще уши вылеплю. Вот так с ушами. К папеньке и пойдешь. Боярин. Наталья. Молчать. А не пойдешь? Лаха по тебе. Давно соскучилась. Боярин опускается на колени. Натальюшка. Тимофейнушка. Ну что ж ты со мной делаешь? С милости весь. Пойдем. Домой. Наталья сказала. Не пойду. Хочу дурить дальше. Лепить буду. Мне понравилось. Эх, просто руки зудят. Мнет глину, как тесто. Боярин. Кого лепить? Ну зачем уши? Не могу. Пойдем. Натальюшка. Отстань. Начинает лепить. Боярин какое-то время стонет и вздыхает. Потом, видя, что Натальюшка увлеклась лепкой, стирает глину руками. Плюется. Натальюшка. Не хочу я этого с ушами лепить. Мнет глину. Что бы такое поинтереснее? Натальюшка обращается в зал, спрашивает у ребятишек, что бы ей вылепить? Какую обтырку? Куклу, что ли? Боярин соображает, как быть дальше. Наконец решается Боярин медовым голосом. Какую куклу, Натальюшка? Ручки вон испачкали. Да я ж тебе такую куклу представлю. Только пойдем домой, а? Натальюшка молчит. Наталья Тимофеевна. Она молчит. Не-не-не-не. Надо. Надо идти. Хозяева придут, а мы тут. Да и шо увидят. Да не дай бог чего. Надо идти. Она молчит. Ну что ты, милая, молчишь? Пойдем домой. К папеньке. Она молчит. Он начинает нервничать. Ну, хошь, кивни. Ну, хошь, моргни. Она не реагирует. Боярин не выдерживает. Пойдешь домой. Она молчит. Он орет в сердцах. Дура! Иди домой! Сам пугается своего ора. А-а-а! Прости, Наталья Тимофеевна. Не губи. Идем отседова. Натальюшка. Не пойду. Я же дура. Задумчиво рассматривает куклу. Боярин. Ну, я же любя. Ну, понимаешь? А-а-а. Идем домой. Ты же у меня. В золоте купаться будешь. Натальюшка. Чудо просто какое-то. Смешное получается. Как это? Не пойму. Боярин. Да понимать тут нечего. Идем. Поженимся. Детей нарожаем. Будешь как сыр в масле жить. Горя не знать. Натальюшка. Правда чудо. Как это у меня получается? Как будто кто руку ведет. Боярин. И не поведу. А повезу я тебя. По всяким ихнем захоронениям. За мной же, как за каменной стеной, будешь. Наташка. Да я же за тебя в огонь и в воду. Слышь, Наташка, селов больше нет. Идем домой. Натальюшка. Говоришь, в воду. Мне вода нужна. Боярин. О, и вот и хорошо. И вот и правильно. Ручки помоем. И, слава богу, домой. Боярин бросается искать воду. Натальюшка накрывает куклу мокрой тряпицей. Боярин приносит кадушку. Натальюшка, взяв со стола ведущих заговорной травы, макает его в воду, брызгает на куклу. Трепится, поднимается. Из-под нее выглядывает Абтырка. Боярин охает, крестится, роняет кадушку, падает в обморок. Натальюшка поражена и заинтересована. Абтырка. Добрый день, Натальюшка. Или вечер. Натальюшка. Кто вы? Абтырка. Да вы не бойтесь меня. Я Абтырка. Только я не одетый шо. Вы отвернитесь, пожалуйста. А то я стесняюсь. Натальюшка, пожалуйста. Отворачивается. Спрашивает в зал у детей. Так это и есть Абтырка? А как вы, простите, в бочке оказались? Абтырка вылезает, одеваясь на ходу. А, это мы с банником в прятки играли. Я ж не знал, что он злодей. Погубить меня хотел и колоколец оберег мой украл. Ой, Натальюшка, как вы здорово меня вылепили. Даже лучше, чем было. Просто спасибо вам. А то я бы век в этой бочке сидел. Вы, наверное, мастер. Натальюшка, ну что вы? Я в жизни никогда ничего руками не делала. Абтырка, все равно спасибо вам. Ну, все, уже можно. Натальюшка поворачивается, рассматривает его с восхищением. Ой, и правда, какой вы пригожий. Неужели это я? Я сама. Или вы раньше тоже красивой были? Абтырка, засмущавшись. Ну, это вы, красивая. Руки ваши. А я страсть как красоту люблю. Особенно музыку. А хотите, я вам сыграю? Натальюшка, хочу. Абтырка играет мелодию. Натальюшка зачаровано слушает. Приходит в себя боярин. Эй, ты, пескляне умытая. Как ты посмел меня напугать, таись? Натальюшка и Абтырка продолжают сцену так, как будто боярина и нет вовсе. Натальюшка, подожди, подожди. А еще раз можно? Абтырка играет еще раз, потом еще раз. Играй, Абтырушка, играй. Абтырка играет. Натальюшка подхватывает его, кружит по избе, чуть не сбивая с ног. Боярина, который с открытым от изумления ртом наблюдает за ними. Подожди, я тоже музыку хочу. Можно мне? Абтырка, конечно. Подает ей свистульки. Натальюшка прикладывает свистульки к губам. Абтырка поправляет. Натальюшка набирает воздуха и играет. Оба поражены. Абтырка, ты как это так сразу, а? Вот это да, Натальюшка. А я не знаю, это внутри во мне где-то или дудочка твоя волшебная. Ой, а я, похоже, в кунсткамере у папеньки видела. Абтырка, да как это ботянька мой делает. У него еще и не такие есть. Он, знаешь, так сделает и это, и подарит. Ну, может, и этой твоей кунсти, этой камере подарил. Натальюшка смеется. Боярин, точно очнувшись от сна, начинает тревожно оглядываться. Наталья, нельзя тебя с оборванцем этим. Эй, слышишь, идем от Седова. Живо. Абтырка, а я знаю, я еще лучше буду делать. Вот вернусь к ботяньке. Боярин, все, надоело. Не хочешь по-хорошему, придется силой орет в дверь. Стража! Абтырка вдруг вздрогнув, заволновался. Ой, я же обещал ботяньке. Мне ж к царевне во дворец надо. Боярин остороженно прислушивается. Натальюшка, а зачем тебе к царевне идти? Абтырка, я для нее прицепт несу. Особую хворь-победительную травку. Находит сверточек. Вот эту. Ой, дух-то от нее какой. Натальюшка, втянув аромат, светлеет лицом. Как будто лапкой мягкой, заячей по сердцу. Абтырка удивленно на нее смотрит. А зачем царевне эта травка? Абтырка очень серьезна и сочувственна. Тяжко она, красавица наша, болеет. Натальюшка, что? Боярин, все, погиб. Че делать-то, а? Че делать? Абтырка, про болезнь эту я объяснить не умею. А, вот, ботянька, мне указ царский дал с собой. Подает Натальюшке указ. Натальюшка пробегает указ глазами. Боярин с воплем бросается к ней. Караул, измена! Казнить его немедля! Натальюшка, не слушай Ирода! Пытается выхватить ее указ. Натальюшка к нему поворачивается. Вот значит, что вы с папенькой задумали. В сумасшедшую меня рядить. Признавайся, твоя работа! Боярин застонал, заохал, валится на колени. Абтырка, ничего не понимая. Натальюшка, прости меня, мне ведь правда к царевне надо. Вдруг встревожился. А, и тебе тоже надо идти. Не приведи, господи, банник вернуться может. Натальюшка, милый мой, да что мне банника бояться? Вот ведь есть у меня защитничек к боярину. Что, защитишь меня в вагоне в воду? Или теперь тебе проще способником баннику быть? Боярин, защитить, тю-тю-тю! Жуткий хохот, молния, гром, появляется банник. Увидев Абтырку, сначала смешался, потом придя в себя, гнусно хихикает. Боярин окаменел от ужаса. Натальюшка, взвизгнув, утыкается в грудь Абтырки. Банник, уть-тью-тью-тью-тью! Ты посмотри, чучело-то наше, воскресло-тоись! Потирая руки, обходит вокруг Абтырки. Потом пугает боярина, высунув язык. Боярин, тонко, по-женски, ойкнув на четвереньках, устремляется к двери. Банник ухает следом филином. Боярин семенит быстрее. Банник пинает его, и боярин вываливается в дверь. Ты посмотри на защитничка. Ой, умора! Ну и компания ко мне в гости пожаловала. Абтырка закрывает с собой Натальюшку. Чего притихли-то, голубки? Спужалися, что ли? Или задумали чего? Ой, какая фря! Сейчас куражиться над вами буду. Тянется к Натальюшке, но Абтырка перехватывает его руку. Банник не понял. Вырывает руку. Ты что, смелый, что ли? Абтырка. Эх ты! А еще музыку мне играл. Попросил бы колокольц. Так мне не жалко, подарил бы. А ты украл. Ты ж злодей просто. Банник. А как ты догадался? Поднимает руку с колокольцем. Ну, держись, чучело. Абтырка. Трутенький. Банник. Кому это, трутенький? Абтырка. А тебе, трутенький. Осади, значит. В зал к детям. Батянюшка меня учил, что старших уважать. Но с этим же так нельзя. Что ж мне делать? Решительно поворачивается. Ты, дедушка, банник, извини меня, конечно. Но только я тебя сейчас бить буду. Больно, банник. А давай, попробуй. Звенит в колоколец. Однако звон не вредит Абтырке. Он решительно шагает к баннику. Тот отступает. Звенит снова и снова. Потом шипит от злости. Ах, ты, значит, заговоренный. У тебя, значит, секрета. Тьфу, я тебя и без этой фитюльки размажу. Со всей силы швыряет колоколец. Тот разлетается в дребезги. Натальюшка в ужасе визжит. Инстинктивно подхватывает осколки. Банник бросается на Абтырку. Абтырка, беги, Натальюшка, спасайся. Натальюшка убегает. Банник и Абтырка начинают поединок. Банник, ну все, чучело. Тут и край твой. Под тяжелую мелодию громов Банник и Абтырка словно танцуют. Свет постепенно меркнет. Фигуры дерущихся становятся едва различимы. Слышно тяжкое дыхание и яростное шипение банника. Да гори ты синим пламенем! Ослепительная вспышка молнии. Темнота. Степلا-пgende фигуры Zoo okay. К coworkин 2. Тебе на белке, Мелодию солнышка. Баха Leute. Продолжение следует...